Здравствуйте, с вами канал NaimDB. Эмоции – это особенность человеческой натуры. Но далеко не все из эмоций положительные. Некоторые могут негативно сказываться на психоэмоциональном состоянии и приводят нас к стрессу, из-за чего мы начинаем нервничать, раздражаться, терять силы и энергию. Не зря говорят, что многие болезни – от нервов. Обиды – это одно из самых сильных негативных чувств. Эмоция, не позволяющая ощутить вкус жизни в полной мере. Если вы хотите научиться прощать, далее мы расскажем вам о советах, благодаря которым отпустить обиды станет намного проще. Они помогут вам научиться прощать, чтобы не держать в себе негативную энергетику, способную уничтожать личность человека изнутри. Как суметь отпустить обиды? Порой отпустить обиды и кого-то простить бывает сложно. И кажется, что обида останется на всю жизнь. Как ни странно, но прощать близких может быть сложнее, чем знакомых или друзей. Самый простой способ простить другого человека – это поставить себя на место обидчика и попробовать его понять. Взгляните на ситуацию его глазами. Если сможете понять причины и мотивы его поведения, то и простить его может быть гораздо легче. Однако этот метод помогает далеко не всем. Если обида по-прежнему лежит на душе тяжким грузом, следует задуматься о том, к чему она может привести. Из-за своего неумения прощать, человек может лишиться доверия, поддержки, любви или и вовсе остаться без дорогого сердца человека. Постарайтесь ценить и дрожить родными и близкими. Не забывайте о том, что каждый человек способен обидеть кого-то, в том числе и вы, поскольку идеальных людей не существует. Как же научиться прощать? Найти подсказки о том, как научиться прощать, можно в советах ведущих психологов. Однако нужно отдавать себе отчет в том, что психология – это наука во многом основанная на самовнушении. Поэтому подействовать они смогут только в том случае, если вы сами стремитесь избавиться от бремени имеющихся обид. Откровенно поговорите с обидчиком. Когда чувства немного улягутся, попробуйте поговорить с обидчиком по душам. Дайте ему понять, за что именно вы на него обижаетесь. Не исключено, что в процессе общения станет ясно, что на самом деле эта ситуация произошла совершенно случайно, и никто намеренно не пытался вас обидеть. Попробуйте наплевать на свои обиды. Это звучит несколько грубо, но иногда единственный выход избавиться от своих обид – это спустить ситуацию на тормозах и постараться плюнуть на все это. Кто-то скажет, что это неправильно и очень сложно. Однако для вашего психологического здоровья и внутреннего равновесия это однозначно лучше, чем носить на душе тяжкое бремя. Пока вы на кого-то таите обиду, вы не сможете познать настоящее счастье. Будьте уверены, плохое всегда возвращается. И если человек намеренно причинил кому-то боль, судьба непременно отплатит ему той же монетой без вашего участия. А вам нужно как можно быстрее очистить сердце от обид и жить дальше. Напишите обидчику письмо Для этого психологического приема вам понадобится обычный лист бумаги. Начните свое письмо с самых нехороших мыслей. Напишите свое мнение об обидчике, свои претензии к нему, пожелания, воспоминания и все связанные с этим переживания. Загните лист так, чтобы первая часть письма была внизу. И теперь пришло время отпустить мысли об этом человеке. Напишите «Я отпускаю и забываю тебя». Еще раз загните письмо и в конце поблагодарите своего обидчика за полученный урок. И это письмо можно выбросить, порвать или сжечь. Прочтите книгу «Радикальное прощение» Эта книга – очень полезный советчик. Возможно, если вы подробно ознакомитесь с этой книгой, сможете совершенно иначе взглянуть и на обидчика, и на себя, и на сложившуюся ситуацию в целом. Это может подтолкнуть вас к тому, чтобы все-таки простить близкого вам человека. Дайте человеку шанс заслужить прощение Если вы видите, что человек искренне переживает из-за того, что вас обидел, попробуйте поставить перед ним какое-то важное задание или условие, при выполнении которого вы должны использовать всю свою силу воли, чтобы все-таки его простить. Жизнь полна радостных и приятных моментов. Не стоит сосредотачиваться только на чем-то плохом. Ссоры и конфликты случаются со всеми. Нужно учиться отпускать обиды, чтобы они не мешали вам жить радостно и счастливо. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NaimDB. Спасибо, что вы с нами и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok